Как известно, человеку для поддержания своего здоровья необходимо выпивать 2-2,5 литра воды в день. И очень часто для питья мы используем минеральную воду. Но безопасно ли? Давайте разберёмся. Минералка содержит много солей и микроэлементов. Она делится на три подвида – столовая, лечебная и лечебно-столовая. И у каждой из них есть свои показания к применению. Есть минеральная вода столовая, где содержание соли до 2 грамм на литр допускается. Её можно использовать любому человеку без ограничений. Есть лечебно-столовая, когда содержание соли где-то до 8 грамм на литр. Эту минеральную воду тоже можно использовать без назначения врача, но её желательно не злоупотреблять. А уже если касаться лечебных столовых вод, там содержание соли большое, больше 8 грамм. И вот эту столовую воду надо самостоятельно не употреблять максимально, стараться, а только по рекомендации врача. Основа пузырьков воды – углекислый газ, который сам по себе является безвредным и добавляется лишь только для снижения соляного вкуса. Но наличие пузырьков стимулирует секрецию желудка, что провоцирует вздутие кишечника. Минеральная вода полезна, когда есть у человека какие-то заболевания, желудочно-кишечного тракта, как правило. Тогда мы при помощи минеральной воды лечим воспалительные заболевания. То есть если у человека язвенная болезнь, хронический холецистит, хронический панкреатит, заболевания кишечника. Минеральную воду качают со специальных артезианских скважин, расположенных на определенной территории. После она тщательно проверяется на пробу и проходит фильтрацию. На производственной линии газируется, снова проверяется и разливается в бутылки. Минеральная вода может иметь знак «натуральный продукт». Это значит, что она должна происходить из природного защищенного источника. При ее производстве не должны использоваться методы генной инженерии, не должны использоваться запрещенные пищевые добавки. Вода должна иметь неизменный минеральный состав. Лечебную минеральную воду нельзя пить бесконтрольно по многу и долго, только до трех стаканов в день. Курс питьевой терапии может продолжаться не более четырех недель с перерывом на 3-4 месяца. Употребление минеральной воды в больших количествах может вызвать ряд осложнений. Если много пить минеральной воды в больших количествах, больше, чем рекомендует врач, лечащий ваш в данном случае, то это может привести к развитию молчекаменной болезни, желчекаменной болезни. И при употреблении минеральной воды надо всегда учитывать противопоказания. Не рекомендуется употреблять сульфатную воду детям и подросткам. В результате у них плохо будет всасываться кальций, из-за чего прекратится рост костей. Не пейте бутилированную воду, не прочитав этикетку. На ней указано все необходимое, чтобы понять, питье это или лекарство. Виктория Ходосок, Антон Филанович и Сергей Курков. Утро. Студия. Хорошего настроения.